1994 год. Арсенал возглавляет Джордж Грэм. Его команда взяла несколько титулов, но в конце года наступил явный спад, в том числе на фоне скандала. Полузащитник лондонцев и сборной Англии Пол Мерсон признался, что является наркоманом и алкоголиком, а также страдает от пристрастия к азартным играм. Футбольная федерация принудила футболиста пройти трехмесячный курс реабилитации. Он вернулся как раз, когда главного тренера уволили. Тяжелый для себя сезон Арсенал закончил на 12 месте. Именно тогда, в декабре 1994 года, Арсенал не смог выиграть в шести матчах подряд. И вот спустя 25 лет лондонцы повторили свой антирекорд. В эти выходные Арсенал снова не смог выиграть в шестом туре подряд. Это подкаст чемпионата. С вами Григорий Телингатор и Кирилл Каид. Всем привет. Всем привет, всем привет. Погнали обсуждать 14-й тур чемпионата Англии. От создателей про 3-4-3. Хаид и Телингатор снова труд. Норвич Арсенал 2-2. Ну что ж, начать, наверное, стоит, Кирилл, с того, что Эмери все. Друзья, вы этого хотели? Получите. Человека больше нет. Вот сейчас, наверное, должны быть звуки салюта, звенящих бокалов, ура, он ушел. Кирилл, можешь смело злорадствовать? Я не то чтобы из вредности, но как-то не хочется. Ну как же ты? Ну извини. Слушай, ну просто столько плохого про него как бы сказали, про то, как он вообще не тянет и хаотичен, и непонятно, чего он хочет. Ты так безличностно говоришь, сказали, как будто мы к этому сказали и не имеем отношения. Нет, ну мы с тобой, я имею в виду, мы с тобой столько уже всего сказали, когда все это имело значение, что сейчас еще продолжать говорить. Все равно, чтобы пинать лежачего? Ну да, то есть он же не настолько плохой тренер, насколько он не справился с объективно трудной ситуацией в Арсенале, но в общем сделал ее еще хуже, скажем честно. Сейчас, ну я надеюсь... Сейчас люди уже мечтают, чтобы вернулся Венгер, при нем было не настолько плохо. Не нужен Венгер, конечно, но я имею в виду, что Эмери, насколько бы он ни был плохо в Арсенале, его карьера все равно делится глобально на две большие категории, да? В Испании и не в Испании. Вот не в Испании у него как-то не очень в целом. В Испании у него все нормально, ну слушай, может быть действительно ты как бы такого типа, темпераментный человек, что ему трудно находить общий язык с персоналами, боссами из другой страны, ну мало ли. Причем здесь, видимо, общий язык, здесь имеется в виду не просто устойчивое выражение, а именно проблемы с языком, потому что, ну, ты, видимо, не очень хорошо комментируешь внутри команды, если у тебя проблемы с дисциплиной и в одном клубе, и в другом, они, ну, явно там какой-то разлад среди футболистов виден. Может быть. Вот действительно как-то не хочется сейчас опять про него там что-то плохое говорить, тем более, что... Ладно, 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 не будем его в спину. Тем более, что есть что говорить плохое про Юнберг. Да, в общем, тренер сменился, а результаты, в общем-то, не сменились. Арсенал часто играет в ничью теперь. И в этом плане, ну, на самом деле Юнберг, судя по всему, кажется фигурой относительно временной, да, потому что на самом деле это... Я надеюсь. Мы уже шутили, да, что, ну, как бы люди без тренерского опыта, без особого, ну, как бы это достаточно странно, если говорить о топ-клубах. Я надеюсь, что он временная фигура. Я, ну, понятно, что один матч не повод для каких-либо выводов, естественно, вообще вопросов нет. Ну, боже мой, даже один матч, он состоит из каких-то там мелких, да, деталей, там, решений, ситуативных. И что ты нашел в этом матче Юнберга? Ну, я нашел, например, связку Луиз Мустафи. Это команда мечты просто. Они все-таки, ну, то есть мы любим их по отдельности. Они раньше не играли вместе в чемпионате. Да, ни разу. А вот сейчас, ну, в этом сезоне. А сейчас сыграли. Я не знаю, кто хуже, но на самом деле, опять же, пинать их, это уже как-то просто не спортивно. Это уже просто моветон, уже настолько избитая пинать. А, кстати, ты заметил, нас в комментариях называли, что мы с тобой Мустафи и Луис. Да, да. Подразумевая тех, что ты хейтишь Мустафи, а я хейтию Луиса. Это мило. Ну, не суть. В общем, странный выбор центральных защитников. Странно, что, ну, просто, вот, одна из главных проблем была при Эмире. Казалось, просто поставь кого угодно, и она уйдет. Ну, не получается контролировать, там, играть, контролировать центр поля, играя во владение со связкой Джака Гендузи. Ну, не получается, потому что они один хорошо играют в пас, другой хорошо, там, тащат мяч на дриблинге. И они оба не играют без мяча. Ну, при этом в запасе сидит Торейра, который прямо напрашивается в качестве такого, не знаю, компенсатора, что ли. И вот выходит, значит, сразу же опять Джака Гендузи. Я этого не понимаю. Я не понимаю, почему, ну, опять же, не сделать напрашивающееся кадровое решение с тройкой Абамиянг, Лаказет, Пепе. Слева направо. Да, кстати, я должен сказать, что я там в прошлом подкасте говорил Пепе внезапно. Это я не, в принципе, сумасшедший. Я один раз меня что-то перемкнул, а так-то я, в общем, в предыдущих подкастах говорил Пепе всегда. Ну, вот что-то мне захотелось. Мы готовы тебе это простить, я думаю. Ну, не суть. В общем, это было странно. Но бокс с ним, как бы, с составом. Странный был стиль игры, когда Арсенал много владел мячом, как при Эмери. Не знал, что с ним делать, как при Эмери. И ужасно реагировал на потери, как при Эмери. Эти провалы, когда возвращаешься из атаки в оборону, ну, боже мой. Ну, не можно это все уйти так быстро. С Норвичем, нет. Ну, просто, казалось бы, не нужно повторять настолько те же там какие-то ошибки в пане на игру. Ну, неважно. В любом случае, Арсенал зато забил пару голов после стандартов. Особенно гола Бомьянга с пенальти, конечно, забавный порадовал, но неважно. И это говорит о том, что у команды сохранились даже достоинства, которые были при Эмери. То есть, со стандартов Арсенал до сих пор забивает. Короче говоря, все это я к чему веду. А пока Эмери не ушел. Ну, это логично, в принципе. Не может команда так быстро перестроиться. И на самом деле... И команде все еще нужен новый тренер. Вот, об этом. Я тоже к этому и веду. Я уже в прошлом подкасте, мы говорили о том, что... Когда мы говорили, что Почетина, ну, его называют в числе преемников в Арсенале, я объяснял, что, ну, лично для меня в это тяжело поверить, поскольку... Ну, это мы знаем, что это противостояние Северного Лондона, Арсенал, Тоттенхэм, что для него это просто, ну, некрасиво просто будет брать и уходиться напрямую в клуб, в такой клуб. Ну, то есть это будет... Я не верю и надеюсь, что это просто только желтый слух. Да, но, в общем, с тех пор слухов-то только прибавилось. Появилась еще одна фамилия, которая меня, наверное, шокировала даже еще больше. Это Брэндон Роджерс. Человек, у которого все просто отлично. Сейчас просто вот последняя новость. У журналисты спрашивают, какие у него отступные в контракте. Он говорит, ну, да, наверное, какие-то отступные у меня есть, я не знаю. Но вот это... То есть видно, что его прямо очень интересует, как свалить. Да, просто это как... Зачем? Я не хотел бы сейчас обижать фанатов Арсенала. Я отлично отношусь к этому клубу. У меня папа болеет за Арсенал. Бедный человек болеет за Арсенал и за Динамо. Уй. Да, это тяжело, да. Вот. Но как вот в данной ситуации сегодня, зачем уходить из Лестера ради Арсенала? Да, мы понимаем, что Арсенал привычно называют топ-клубом, а Лестер, как правило, таковым не называют. Но если взглянуть сегодня на команды, то мы видим, одна идет на второй строчке, а вторая где-то вот там вот плетется, будет бороться, возможно, за лигу. Причем по качеству игры это не то, чтобы одним везет, а другим нет. Нет, абсолютно нет. Да, по качеству игры именно космос. Одни могут выйти из обороны, а другие с трудом это делают. Поэтому я, ну, опять же, тоже здесь просто с недоумением встречаю как фамилию Почетина, так и Роджерс. То есть, ну, я, конечно, не могу знать, но я, скажем так, буду крайне удивлен, если это будет что один, что другой. Ну да, согласен. А с другой стороны, ты же читал новость про то, что интерес к Аллегре, конечно, есть, но боссов смущает, что он плохо говорит по-английски. Действительно, да. Это, ну, слушай, я не знаю, ну, как бы, учитывая таких боссов, то есть вопрос действительно не в, ну, то есть не совсем в Эмирит был. Хотя, опять же, когда я говорил, помнишь, мы обсуждали перспективы топ-6, и я говорил, что, на мой взгляд, Арсенал прямо кандидат на были. То есть, топ-6 по итогам сезона, это было до сезона, это же было до того, как они взяли Пепе. Нет, это не потому, что я угадал, а потому, что если бы я делал этот прогноз после трансфера Пепе, я, может быть, и поменял бы свою точку зрения, потому что это, на мой взгляд, тот футболист, который может, ну, скажем так, ну, не единолично затащить, но создать вот сильнейшую, там, в лиге одну из, там, трех сильнейших тройку. Ну, здесь поправочка в тех случаях, когда он на поле. Да, да, и вот это, вот конкретно это уже действительно был косяк, конечно, к которому боссы Арсенала не имеют никакого руководства, никакого отношения. То есть, размести трех классных нападающих вместе на поле. Нет. Ну, просто я даже не совсем понимаю, мы об этом не раз, не много раз говорим, но так я и не понял причин, почему он их не выпускает в трое. Вот даже, условно, меня поставь, я говорю, вот, состав, раз, два, три. Почему этого не происходит? Они же играли какое-то количество разов. Ну, сколько они играли? Ну, всего ничего. Я не увидел именно, ну, тренерской, если за этим. Ну, то есть, просто проработки движения. То есть, чтобы был достаточно часто доставлялся мяч уже нападающим, уже в опасных зонах, чтобы тот же Пепе получал его, там, не в 30 метрах от ворот, а в 20, например, все-таки, да? И чтобы у них были синхронные движения по направлению к воротам. Вот я этого не увидел. Ну, неважно. Я к тому, что, поэтому, глупо все валить на тренера, то есть, просто лишний раз подчеркнули, что его вина тоже была. А тут, как бы, понимаешь, вот уже Аллегри для Арсенала не слишком хорош. Ну, надо же. Ну, ребят, ну, не знаю. Я знаю, это хорошее, высокое мнение об Аллегрии. Да, ну, это, понимаешь, у Арсенала, кроме всего, несбалансированный состав очень. С очень странной полузащитой, очень странным набором центральных защитников. Они не то, что прямо плохие, но у них... В смысле, у них Мустафи и Луис. Дико странный набор качеств, конечно. Ну, как бы, Луис далеко не худший защитник в мире, а... Просто его качество не для центрального защитника. Просто чемпион мира, как бы, ну, то есть... Звучит, конечно, неплохо. Да, я понимаю. Нет, я понимаю, что это не связка моей мечты. Я к тому, что это очень странный, разбалансированный состав, а Аллегри, ну, блин, я даже не знаю, он или Почеттино более тактически гибкий, адаптивный. Но вот они — это топ-2 в мире. Лучше их в плане гибкости нет никого. При этом Аллегри — это еще мастер давать результат на дистанции. И я просто, ну, то есть, я вообще не понимаю в этом смысле Арсеналу. Ну, наверное, они хотят в космос куда-то влететь, взять тренера где-то. Или, может, наоборот, они не хотят в космос, потому что Аллегри — попытка, ну, наладить что-то, а не им и так хорошо. Если им и так хорошо, то да, может быть. В этом плане, кто вообще может быть идеальным тренером для Арсенала? Я не говорю из тех, кто вот реально сейчас готовы, ищут работу. А вот, ну, просто если мы знаем много замечательных имен, много замечательных тренеров, кто лучше всего подошел? Ну, если просто желать Арсеналу добра и как бы... Так можно, я слышал, что это законно. И, то есть, не оборачиваться на всякие там условности, ну, не знаю, Симеона, конечно. Ну, звучит неплохо, но тебя не смущает, как... Ну, да, не, понятно, что он работает, но... Он работает, но... А тебя не смущает, как он работает в атлете? Это сейчас такой автоп, конечно, потому что... Ну, в целом, скорее, не смущает. Я понимаю, что претензии, что уже Гвардиола, что уже Симеон и не тот, что все... Но, блин, с кем он соревнуется? И он достаточно достойно соревнуется с Реалом и Бартией. Ты знаешь, я вот не согласен. При том, что я не считаю, что он себя там, как сказал, Симеон и не тот, или он себя исчерпал. Абсолютно нет, он тот, он себя не исчерпал. Просто я общался с фанатами Атлетика, когда я сейчас Атлетика приезжал на матчи с Локомотивом, и просто среди фанатов Атлетика существует такое мнение, что что-то уже старичок сбавил. Я бы сказал, что, может быть, Атлетика исчерпал себя для Симеона все-таки. Такая точка зрения, потому что это он сделал этот состав топовым, но дело даже не в этом. Слушай, много про него разговоров идет, про то, как он обновляет команду. Это правда, он обновляет команду. Мне не нравится, как он обновляет команду. Почему? Потому что я считаю, что размен Гризмана на Фелиша – это странный размен в любом случае, независимо от таланта. Только учитывая цифры, которые заплатили за Фелиша. А тут ты не можешь абстрагироваться от этих цифр, потому что ты за этих цифр, понимаешь, Симеон – игрок, тренер, у которого раскрываются, в общем-то, дядьки, а не там талантливые ребята, которых он пачку напокупал уже себе в атаку, и что-то как-то оно не очень получается у него. В этом смысле, может быть, действительно нужно делать ставку на то, что больше получается. Даже дело не в этом, слушайте, не суть. Атлетика – команда, которая объективно уступая Барселоне с Реалом по финансовым возможностям и по стартовому составу, и по глубине состава тоже. А приори целится, в чем их расчет? В том, что где-то что-то у лидеров пойдет немножко не так. Какой-то спад. В том, что они свое берут, это третье место, берут и берут. А вот где-то можно взять второе, да? А где-то еще что-то. А так раз, чтобы и выиграть чемпионат можно. Да, да. Так вот. Вообще ситуация, когда и Барселона, и Реал настолько синхронно плохо начали чемпионат, как они плохо играли в стартовых 10 туров, в 21 веке такого не было. То есть вот тебе идеальная ситуация, будь там как Валенсия, будь как ты сам несколько лет назад, понимаешь? Вот любая версия типичного атлетика при Симеона в такой ситуации просто стартовая 10 туров оторвался бы очков на 6, а не боролся бы за третье место с Сивили. И дальше уже имел бы преимущество, потому что в чемпионате Испании, где лидеры не очень часто теряют очки, по-хорошему, если ты потерял очки на старте, там 5 очков условно, там после 10 туров, то ты потом уже эти 5 очков, тебе очень трудно отыграть всю дистанцию чемпионата. Ну это реальность, просто как бы всего 21 века в Испании. Так оно, я просто знаю, потому что я считал это в какой-то момент для статьи. И это была идеальная ситуация, атлетикой абсолютно не воспользовался, и теперь уже вряд ли догонит, конечно, потому что, в общем, уже и в реале дела наладились, и Азар вес бросил, ну сейчас травмировался, но это все равно разовая ситуация. Вот, и Барселона уже кризисная, уже слабоиграющая, уже там масса обоснованных претензий к Вальверде, все равно оказывается лучше. Даже кризисная. Поэтому, ну, не совсем понятно, что им рассчитывать. Я не думаю, что проблема с том, что Симеоне стал хуже. Я думаю в том, что самый лучший тренер устает постоянно пробивать потолок. Он пробивает потолок этого состава, финансовый потолок и так далее. Ну, наверное, он тоже может устать, как бы гореть, 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 и поджигать все вокруг себя. А там, знаешь ли, есть команда в Лондоне, которая... Которая тоже предложит кое-что пробивать, но не толок. У которой больше денег, во-первых. Ну, хорошо, допустим. Во-вторых, у которой... Хотя даже по последнему трансферному окну это не настолько очевидно, сколько потратили на Фелише и сколько потратили на... Нет, подожди. Атлетико бешено накупился, потратив в итоге меньше, чем деньги, которые он получил с продаж. Так что это хитрая история. Они продали Эрнандеса, они продали Родри, они продали... Они на 300 миллионов напродавали. Так они изначально подготовили почву, а Арсенал поди кого-нибудь продай, у кого контракты заканчиваются. Я не про то. Я про то, что ты говоришь про эти все суперпокупки, они все равно в плюс вышли по итогам. А Арсенал, пусть и в кредит, но берет Пепе за 80 миллионов, никого не продав. Разные финансовые возможности. И Арсенал, я бы сказал, испытывает огромный голод по какой-то системе, по порядку просто. Атлетико... Ну, Симеон... Это очевидно. Ну, понятно, это эмоции, это хватание себя за разные части тела. Но это, понятно, это жесткая система, он-то ее отладит. Он выгонит Луиса, кстати. Первым делом. Почему я немножко буду жалеть. Он научит Тирни навешивать, поставит его в старт, естественно. Ну, короче, это будет очевиднейшая совершенно система, в которой... Я уже прям вижу, извиняюсь, что я приведу, я уже прям вижу. Пепе или Казет просто наперегонки, на скорости внесутся в обору, потеряли мяч. И просто бегом несутся, сломя голову, скорее, даже не важно, там, типа, успеют, не успеют сыграть мяч. Может быть, даже уже вернула его команда мяч, все равно бегом в защиту. Знаешь, я не очень верю в перспективы Пепе в этом смысле, но я вполне себе представляю Абамиянга в роли второго форварда при Ле Казетте. Ну, вот прям представляю, это складывается все на голове. А вот Азилу действительно придется драпать, причем из команды, наверное. Слушай, ну, наверное, типа, звучит-то все неплохо, если уйдет Азилу и уйдет Луис, то прям не то чтобы... Нет, у Арсенала не такой прям слабый состав. Он довольно широкий, он дико несбалансированный. В этом проблема. Я думаю, что если оставить там человека... Он несбалансированный в пользу защиты, атаки? Нет, я говорю, очень странный набор качеств у футболистов. Ну, то есть, например, в опорной зоне нету опорника. Интересная ситуация, да? Хотя Арсенал иногда по схеме играет с тремя. То есть, ну, такие проблемы. Или в связке защитников все-таки нету страхующего, потому что все-таки Сократис не справился с задачей страховать Луиса. Возможно, нужно два Сократиса, чтобы подстраховать Луиса, я не знаю. Но на самом деле, опять же, футбол Эмери центральных защитников просто дико подставляет. Поэтому мы еще не знаем, насколько они плохи на самом деле. То есть, ну, условно, у тебя, когда ты играешь у Гвардиолы, допустим, идеальный пример, самая лучшая позиционная атака в мире последних лет и так далее. Но у него центральные защитники не выглядят прямо круто в команде. У него они всегда как бы на грани ошибки ходят. А часто выглядят просто глупо в определенные моменты, потому что давление очень высокое. У Эмери в Арсенале не было выгод, связанных с этим давлением. Но были негативные последствия этого давления. Ну, просто там другая ситуация, что они вообще, защитники у Гвардиолы центральные, мало вступают в игру, им приходится делать редко. И вся игра построена так, что они играют высоко. Ну, в пас. Тем не менее. Поэтому очень тяжело фантазировать, как бы это могло наложиться на Арсенал. В принципе, даже в голове немножко пока не укладывается, основываясь на том, что ты просто видишь из туров в Арсенале. Нет, я сравнил по одному простому этому самому. И там и там центральные защитники оказываются постоянно, как бы, они, ну, под давлением. Потому что у них, на них возложены серьезные функции при начале атак. То есть, если ты буквально чуть ли не провоцируешь соперников на давление защитников, ты их немножко подставляешь. Особенно, если у тебя нет хорошего опорника. Да, нужно все просто, нужно как Зенит играть. Берешь Ивановича или Ракицкого и такую «пьюх» на Дзюбу. Честно говоря, когда Арсенал взял Луиса, я именно этого ожидал. Я вот банально тебе скажу, я именно этого ожидал, только не в навес на Дзюбу, а на ход на Абамиянга с Пепе. Ну, это прям напрашивалось, нет? Ну, для кого-то, да? Для кого-то нет, как видишь. Ну, значит, я что-то не понимаю. Ну, то есть, факт. Я именно этого ждал, и мне очень нравился Траймсерс Луиса в этот момент, потому что, когда его взяли, я подумал, а, ну, теперь сходится. Понятно будет, как будут играть. Смешно. Ньюкасл-Сити 2-2. Сейчас можно будет даже чуть-чуть похвалиться. Мы ведь дали правильный прогноз. Так легко давать правильные прогнозы и говорить о них, когда уже матч закончился, и твой прогноз сбылся. И все реже почему-то люди говорят о прогнозах до того, как матч состоялся. Ну, не суть. А я неправильный думал. Ну, мы с тобой сказали о том, что Ньюкасл-Сити обе команды забьют. Ну, я-то добавил, что все равно выиграет. Но Сити выиграет, да, на этом не сложилось. Я поясню, мы с Кириллом ходили на шоу «Ставка тура», и там сказали, что Ньюкасл-Сити обе команды забьют. Я это объяснял тем, что Ньюкасл забивал Сити в последних матчах. Кирилл это обосновывал тем, что многое осталось от Бенитоса, та же манера игры, неудобная для Сити. И, в общем, как мы хейтим многие клубы, уже кажется, как будто бы приходит время хейтить Сити. Ну, я бы похейтил все-таки не весь Сити, а там избирательный. Я бы, в честности, очень Жизуса хотел похейтить. Хотя, может быть, ты тоже хочешь похейтить Жизуса. Мало кто в этом мире хочет хейтить Жизуса так, как я. Потому что, для меня, во-первых, еще с чемпионата мира, который прошел в России, загадка, почему он был главным центральным нападающим. Ну, потому что нет. Ну, как бы неудивительно, что он не забил ни один мяч. Он порол все, что может. Он здесь, он, когда в каждом... Ну, то есть, уже даже... Уже я боюсь просто, что перейду на эмоции, но с кем они там играли? Я не помню, когда они сыграли, кстати, тоже, по-моему, 2-2, когда Жизус не отдал пас на Дебройне. Просто в... Просто в шпру... Ну, ты не мог не отдать пас. И он не отдал пас. Там выход был не то, что один на один. У него был вариант пробить супер острого угла, ну, весьма острого угла во вратаря. Или отдать пас, где-то, ну, супер один Дебройне перед абсолютно пустыми воротами, где даже вратаря нету. И он, конечно же, решил пробить во вратаря. Но это ладно. Здесь новый матч, и два удара по воротам. Один откровенно слабый. Другой выход один на один. Чистейший. Вот просто, ну, типа, забивай, не хочу. И человек снова бьет во вратаря. И то есть, мы очень часто говорим вот про инстинкт убийцы. И вот то, чего нет у Жезуса, так это вот умение завершать атаки. Вот я серьезно говорю, у нас даже ребята, которые играют по понедельникам футбол, они вот, знаешь, там чувствуют момент, там, куда-то вот завершить, пробить, вот так вот, чтобы вот мимо вратаря, но в ворота, но попасть, но забить. И получается там каждый второй раз. А у Жезуса вообще ничего не получается. Это точно не замена Агуэра. И я поражаюсь людям, которые говорят, что у Сити два равноценных форварда. Да какие они, блин, равноценные, если Агуэра просто, ну, на голову сильнее. Не, ну, мы еще неделю назад мы как раз говорили, что нет, они не равноценные, они разные, да. Ну, как минимум, они разные в том, что один забивает. Да, согласен насчет Жезуса. Прям он, ну, неприятно удивил, потому что... Удивил? Ну, да. А чем это не удивило? Он что, первый день, что ли, такой? Он показал свой худший образец, то есть он показал свои недостатки, а качество он не показал. Он не особо отрабатывал в прессинге, он не играл так командно, как он, в принципе, умеет. Ну, то есть у него есть качества, которые перевешивают слабое завершение, но он их не показал, к сожалению. Показывает, когда на скамейке сидит. А в завершении, слушай, ты прям... Нет, ну серьезно, но... А в завершении мне, кстати, очень не понравился, вот, на даже момент, не когда он запорол выход один на один, а все-таки момент, когда они с Стерлингом же не поделили мяч. Это, ну, вот эта суетливость, на мой взгляд, не топ игрока все-таки. Вот по таким вещам видно, что ты как бы и сам толково не бьешь, и партнеру своему не даешь. То есть он застрял посредине между двумя, условно, базовыми инстинктами. Ну, что я имею в виду? В такой ситуации, условно, Кевин Дебрюйне создает момент для партнера, а Гуэра бьет сам. Этот как-то вот посрединке, он сильно не ударил и партнеру не откатил. Ну, то есть, вот, понимаешь, вот... Ну, ладно, проехали. На самом деле, все равно понятно, что не у вас ему повезло. В том смысле, что там по ИКЖ какая-то вообще космос была. Я даже себе выписал, у Нью-Касла 0.21 гола, у Сити 2.44. Ну да, то есть, понятное дело, что... То есть Сити наиграл намного больше. Наиграл, согласен. Опять же, глядя на матч, ты точно не видел, что у Сити все получается. Этот матч не был для них трудным, этот матч был очень... В смысле, это не был простым, это был очень закрытый, действительно. Удалось Нью-Каслу хорошо закрыться, в котором шансов было мало. Нью-Касл реализовал намного больше, чем было. И вообще, есть небольшое искушение списать все просто на... Ну, не повезло. Но я не поддамся, я не спешу. Мне кажется, что провалился не только Жезу, что, в принципе, как бы, ладно, бог с ним. А еще и вообще подготовка Сити к матчу была очень слабая, и вот это уже очень плохо. Я, на самом деле, это все не очень понимаю, когда начинают... Ну, Гвардио, во-первых, понятно, что есть... Когда смотришь на Сити, там виден, ну, есть понимание, во что они хотят играть, в какой футбол, что у них получается, что не получается. Они, при том, что, да, там, понятно, лысый шарлатан, как его называют, но это, кстати, не только российское, это много где, это мировое выражение. Его так критикуют много где, и понятно, что сейчас уже потеря очков, и уже борьба идет не с Ливерпулем, а с Лестером, что само по себе странно, и в это было тяжело поверить перед началом сезона. Но, на самом деле, если взять, ну, очень многие показатели, то Сити идет прям очень хорошо. Там количество ударов, количество пасов, XG, это все... Сити идет первым по этим показателям. Так ведь по этому матчу тоже видно, что там XG стало еще больше, да, разрыв, типа, еще больше, типа, вот как они должны, с собой должны быть. А матч-то не удался. Нет, ну, если больше по XG, если она бьет из опасных зон, из опасных моментов, доходит до штрафной, много ударов, моментов, бьет опасных атак, то это не вина тренера. Сити вина. Тренер делает так, чтобы на эти моменты были, а игроки делают... Во-первых, прямо очевидна вина тренера, тренерского штаба, аналитиков, кто вот у Гвардиола этим занимается. Может быть, кстати, вина лично Артеты. Это гол Шелви. Вот прямо лично вина. Человек несет ответственность. Смотри, в Нью-Касле, значит, вообще Нью-Касле команда, которая дико мало бьет поворотом. Они очень закрыты, они очень мало бьют. Больше всего поворотом у них бьет не нападающий, а Шелви. И на самом деле его много, это не так уж много, это меньше двух ударов в среднем за 90 минут, но для Нью-Касла это много, больше нет ни у кого. Из-за этих ударов он почти все наносит издали, из-за предела штрафной. У них так игра строится, блин. Они, смотри, Джоэль Линтон, абсолютно, кстати, открытие вообще сезона в плане игры головой. Они играют забросом на Джоэль Линтона. Он не делает сразу скидку назад, он здорово цепляется за мяч, навязывая борьбу. И мяч начинает скакать, тормозится ситуация. Он его подбрасывает головой, потом догоняет его сам, не делая скидку. Потом опускает на землю, потом только делает скидку. То есть это происходит не заброс, касание, скидка, а заброс, несколько секунд и потом скидка. Что происходит за это время? Игроки Нью-Касла, там Джоэль Линтон, собственно, Шелви, Сен Максимен, еще в лучшем случае 1-2 футболиста, все равно выходят из глубокой обороны, а Нью-Касл глубоко защищается, им нужны эти секунды, чтобы успеть выйти. Ловят скидку. И вот после этой скидки идет следующий заброс. Он уже идет на ход одному из игроков группы атаки на рывок между защитниками. Допустим, там, Сен Максимену по флангу. Тот бежит. И делает новый заброс. Делает новый навес. Классная игра. Отличная игра. В футболе такого стиля очень много подборов получается. То есть все эти атаки, которые доходят до последнего навеса уже или прострела с фланга, они приводят, ну, понятно, к тому, что там либо есть возможность для удара, либо какой-то идет вынос сложной ситуации. Да, подбирай и будь как Шелви. Вот, короче говоря, вот это прямо максимально типичный вариант развития атаки Нью-Касла, что Шелви будет бить с дуги штрафной. И он в этом матче три раза бил из-за штрафной. Дико у него не получались удары. Но это же не значит, что он перестанет. Это оружие Нью-Касла. Ну да, ну там кривое, может быть, немножко один раз из трех попадает. Но зато, когда он попадает, он попадает. Поэтому, ну, поэтому, когда Кристиан Отцу, который, ну, Сити повел, и они настолько, как бы, дорожили этим счетом, что Гордиола сделал оборонительную замену. То есть понятно, что они всерьез воспринимают Нью-Касл, что они очень боятся пропустить и даже перестраховываются. И вот Отцу подает штрафной, ну, 10, все полевые игроки Сити в своей штрафной. Там было пять игроков Нью-Касла в момент паса. Зачем нужно 10 игроков в штрафной Сити? Вот ты понимаешь, я нет. Ну, это типа одновременно, когда и зонная опека, и персональная. Здорово. И получается, что... А три игрока Нью-Касла возле дуги штрафной ждут подбор. Ну нет, я же не говорю, что это... Да, и один из них, смотри, либо это абсолютно неуправляемость команды, которая просто забила на установки тренера. Нет, конечно. У них наверняка перед выходом на поле нарисовано все. Все они знали, конечно. Стрелочки, кружочки. Либо это дикая недоработка тренерского штаба, потому что Шелви же накрывали. Никто не облажался в этом эпизоде. Как только пошел пас, никто не задержался и сразу пошел накрывать удар. Но не успел. Потому что надо было не блокировать его, пытаться успеть. Шелви тоже разгонялся еще когда Отцу разгонялся, а он знал, что это будет пас. Надо было просто не оставлять самого бьющего игрока в его любимой зоне. Абсурдная ситуация. Более того, первый гол тоже абсолютно типичный в этом смысле. Что я имею в виду? В позиционные атаки Ньюкасл вообще практически не ходил. Ну вообще. То есть это было там три раза за тайм. Но когда у тебя есть позиционная атака, так или иначе это происходит. Кстати, оно получилось очень смешно. Там Же Линтон был вынос вратаря на Же Линтона. Же Линтон завозился с мячом, не смог его обработать, но зацепился. И получилось, что больше игроков, чем нужно, успели выйти. И вот вся эта история, которая... Ну я про нее столько что рассказывал минуту назад. Вместо того, чтобы делать заброс, защитники там уже успели вернуться, пришлось подключить еще и крайних защитников. И разыгрывать мяч на коротке. Абсолютно нетипичная история для Ньюкасла. Бедный Ньюкасл, да. Это смешно, да. Но в чем смысл? Смысл в том, что у крайнего защитника Вильямса за весь первый тайм он коснулся мяча на чужой половине поля восемь раз. Он ни разу за игру не коснулся мяча в чужой штрафной. Один раз. И это был голевой удар. В том смысле, что если один раз за тайм, блин, этот Ньюкасл выходит в позиционную атаку. И у него, естественно, подключаются крайние защитники. Потому что атака уже стала позиционной. Надо возвращаться. Надо возвращаться. Не надо оставлять одного крайнего защитника. Потому что он тоже может ударить, например. Ну, то есть это такая... То есть Сити оказался абсолютно не готов к тому, что как бы может пропустить позиционную атаку. Это тоже тренерская, на мой взгляд, история. Но второй гол, это, конечно, более явный. Это прям косяк. Прям вот, прям косяк. На самом деле, то, как ты прошелся по Сити, я уже даже боюсь думать, что ты скажешь о следующей команде. Которая крайне неожиданно проиграла. Челси-Вестхэм 0-1. Матч, который мне запомнился тем, что очень неожиданные составы были с обеих сторон. Ну, то есть понятно, что Челси внезапно вышел без Виллиана и Канте. Блин, спасибо, но, наверное, больше не нужно. Ну, просто Канте, я уже тысячу раз говорю, что для меня это главный игрок Челси и чуть ли не всего чемпионата. И что касается Вестхэма, тут тоже с вратарем была большая такая непонятка, потому что долго защищал ворота Лукаш Фабианский. В прошлом сезоне он был одним из лучших вратарей по многим-многим показателям. То есть все говорят о вратарях-топ-клубах, но на самом деле Фабианский заслуживает внимания не меньше, чем вратарьи топ-клубов. Он реально очень хорош. Но он травмировался в сентябре, и после этого играл Роберто, испанец, который, в принципе, долгое время особо нигде не играл. И он пропускал в каждом матче на протяжении 7 туров, и там еще 8-й тур, не тур, 8-й матч он пропустил в кубке. То есть он 8 матчей, не было ни одного сухого у него, и много было ошибок, ошибки на выходах. И сейчас вышел 33-летний Мартин. Человек дебютировал в чемпионате Англии в 33 года, одновременно дебютировав за Вестхэм. Ну, он в этой команде был. Ну, воспитанником его, наверное, нельзя назвать, но он, будучи молодым, играл, тренировался в этой команде. И это, ну, невероятный сценарий, каких нету в Голливуде, в голливудских боевиках. Ну, просто в 33 года дебютирую. Я вообще, в принципе, не знаю, кто еще где-то дебютировал в 33 года. По-моему, Олег Кузьмин в сборной России дебютировал в 34. Но это в сборной, там, как бы, чуть попроще дебютировать поздно. А в клубе, где, как бы, более постоянные, где чаще играешь, это реально удивительная ситуация. И в своем дебютном матче он настоял на ноль в матче против Челси, на стадионе Челси. И это, конечно, сумасшедшие эмоции. Потом камера выхватила, как он там рыдал сначала на поле, его поддерживали партнеры. Потом он пошел на трибуну обнимать отца, плакать вместе с отцом. С отцом, который провел 21 год в Вестхэме. То есть, прям вся эта история закрутилась очень мощно. Прям-прям история-история, красивая такая. Ну и он тащил. Он тащил меня. Был момент один, когда он одновременно три удара отбил подряд. И он... Молодец, видно было, что у парня хватает мотивации. Ну да, ну да. И на самом деле здесь, я даже не знаю. То есть, меня Вестхэм, правда, очень удивил. Это чем? Ну, в первом тайме ничем. Это был типичный очень Вестхэм. Команда, которую я прям сильно не люблю в Англии. Ну, как бы, как что-нибудь не люблю? Мне не нравятся команды, которые, на мой взгляд, очень плохо используют ресурс, который у них есть. Вот поэтому, допустим, от меня доставалось так Арсеналу все время. Потому что даже с таким составом можно играть лучше. Вот Вестхэм команда, которая не выжимает совершенно ресурс. Ну, так вот. Главная претензия у меня к ним вообще по ходу чемпионата. И по первому тайму она логична была та же самая. Они играют так, как иногда себе позволяют играть топ-клубы с абсолютно топовыми игроками. Но и то это немножко такие кризисные топ-клубы. А именно отделиться на группу атаки и группу обороны. Разрывы между линиями. Да, разрывы между линиями. Такое вообще, иногда это допустимо. И у Зидана в Реале иногда такое бывало. И у Челси такое иногда бывало. Допустим, там даже в чемпионский сезон Тимоу Ринни. Вот этот вот, во второй его приход. Но это действительно у тебя, ну как бы, группа атаки должна прям затаскивать. И у тебя должны, тебе нужен там какой-нибудь блестящий опорник, как там в хорошей форме, как там у Зидана это Казимира, у Маурини был. Матич тогда в хорошей форме и так далее. Вот. Но понятно, что у Вестхэма, во-первых, такого нет. Во-вторых, группа атаки Вестхэма не тащит. И в итоге получаем команду, которая играет с огромными разрывами между линиями после потерь. То есть, вот эти знаменитые переходные зоны, о которых в последний подкаст, получается, говорим все чаще, это прям беда. И наказывать их в контратаках, это удовольствие просто. И не обязательно даже в контратаках. Ну то есть, на самом деле, любой отбор мяча и любая смена владения провоцирует, соответственно, опасность, потому что в их опорной зоне можно делать, что хочешь. Челси делал, что хотел в первом тайме. Челси, на мой взгляд, ну сколько, ну не на мой взгляд, по статистике он мог выигрывать первый тайм, где-то 2-0, на мой взгляд, все-таки и 3-0 мог выигрывать. Абсолютно ничем не удивил. Во втором тайме Вестхэм прям очень удивил компактность. Что-то изменилось? Да. Второй тайм – это лучшая оборонительная игра Вестхэма в сезоне. Непонятно с чего, правда. Вообще, ну, какие были какие-то посылки. Неожиданно поняли, что разбивается на группу атаки обороны? Вот пози разберись, да, то есть это была уже компактная достаточно команда, они не ставили автобус, они защищались средним блоком и встречали всей линии полузащиты. Очень круто было наблюдать. Челси не имел таких шансов. Уже Челси бил тоже много во втором тайме, но все издали. В первом тайме у них было 10 ударов из предела штрафной. 10 ударов из предела штрафной – это прям очень хорошо. Это прям очень-очень. У Сити такого нет. А во втором, ну, бывает, на самом деле, но неважно. Им тоже не помогает обыгрывать. Ну, не суть. А во втором тайме там было, по-моему, 4 удара из предела штрафной, причем там два из них заблокированы, по-моему. И по Big Chance, кстати, тоже надо сказать, потому что все чаще как-то вот приходится… Используют статистику, да. Big Chance – это тип моментов, их так называют опта, как бы это ресурс продвинутой статистики, которые, в частности, их данные применяются на Huskort с открытым доступом в статистический портал. Big Chance – это определенный тип голевого момента. Он высчитывается… Там тоже есть связь с XG, но она непрямая в том смысле, что иногда там 0.2 XG, допустим, то есть что не самый там явный голевой момент, может считаться как Big Chance, а иногда нет. Мне очень понравилось их определение. Они пишут, ну, это понятно, это когда пенальти – это Big Chance, выход 1 на 1 – это Big Chance, удар в упор там с 5-6 метров. Это не всегда Big Chance. Это Big Chance в зависимости от угла обстрела, так сказать, ворот. И от того… Накрывают защитники? Бьешь ли ты ногой? Если ногой – это почти всегда будет Big Chance. Или головой. Если головой после подачи, то смотрится еще подача, насколько там сложный удар. Тоже может быть не Big Chance. И во всех остальных случаях это прям красиво. Когда там написано «нет разумных причин, по которым мяч не должен попасть в ворота». Тут, я думаю, уже есть пространство для трактовки. Разумные причины. Да, Челси в первом тайме создал 3 Big Chance, а во втором тайме – это только в 90-й минуте уже, когда бил Тамори головой. То есть можно сказать, что второй тайм Вестхэм отоборонялся очень здорово. Ну и я тебе могу сказать, что в принципе, когда вся линия полузащиты одинаково круто идет в отбор, и у них 4 полузащитника сделали 20 попыток отбора во втором тайме, а 5-5-4-6. Ну да, это идеальная иллюстрация к термину «прессинговать средним блоком». Возникает только один вопрос Вестхэма – а где ты был раньше? Да, непонятно, что это они выздоравливать. То есть, действительно, это то, как эта команда в принципе должна играть с таким составом. Проблемы не создали массу. Это, конечно, все не значит, что у Челси кризис, Челси остается на своем месте, то есть все сказанное про них раньше. В общем, в этом матче тоже сбылось. Они остаются командой, которая забивает нелогично, у которых нет какой-то корреляции между качеством момента и голами. Правда, на самом деле, я это говорил раньше в основном про Абрахама, а оказалось, что… Уместно говорить про все атаку. Пулешич – та же ерунда, в общем-то, да. Не, в этом плане, кстати, показательно, что Челси-то, ну, регулярно пропускает, мячишка-то один так точно. А дело в том, что помимо этого она кладет 3-4, поэтому проблем нету. Да, поэтому проблем нету. А здесь тоже пропустили не больше, чем обычно. Я не думаю, что это какой-то, ну, прям, что нужно их ругать за этот матч, но он очень понятный. То есть, да, у них в первом тайме все, что могло не залететь, все не залетело, во втором тайме пропустили случайный гол, а потом Вестхэм заиграл так, как он в этом сезоне, в общем-то, не играл. Я могу понять, почему Челси не сориентировался, и в втором тайме они, как бы, с трудом проходили этот трейсинг. И сюда, как бы, ну, атаковать. Здесь хотя бы коротко нужно отметить Жиру, который появился таки. Да, грустно. И лучше бы не появлялся? Получается так. Ты знаешь, ну, мне конкретно прямо его жалко, потому что супер полезный игрок в множестве разных вариантов игры. Без мяча особенно? Да, ну и в качестве, там, игрока, который вводит защитников, форварда штрафной, но Челси получает, вот, но не такого, не для такого стиля он все-таки подходит, который нужен Челси. И мне кажется, что лучше всего об этом говорит Инсайт, сейчас где-то в новостях прочитал, что ссылкой, ну, как всегда, когда английский источник что-то публикует, он всегда говорит, что это ссылка на источники в клубе. Это может значить все, что угодно. Что он выдумал, и что у него реально есть источник в клубе. Что Лэмпорт, короче говоря, может попробовать Пулешича в качестве центрального нападающего. Это... Звучит интересно. Это своеобразная история, действительно, потому что... Вообще у него есть вот это движение, когда он смещается под удар, бьет, у него есть... Меня напрягает, что это может получиться Жизус в плане реализации. Ну, ладно, уж сразу зачем так ставить крест на человеке. Нет, ну, просто потому что Пулешич очень хорошо получается на фланге, во-первых. Я понимаю, что, наверное... Ну, даже с фланга он постоянно смещается в центр, из него вот прям нужно, он выходит на удар сам себе. Да, возможно. Ему прям хочется. Ну, некоторые, знаешь, звезды футбола так всю карьеру играют. Ставят их на фланге, а они доходят возможность для рывка. Ну, не суть. Я к тому, что, опять же, вариант, при котором Пулешич уйдет с левого фланга атаки, вернет там место Маунту, который уже и в полузащите, и в зоне под нападающим использует Лэмпорт. И, на самом деле, я думаю, просто надо дождаться Абрахама, и... как бы не обращать внимания на разовую осечку, пока я не хочу это трактовать как-то по-другому. Англия. Здесь родился футбол. Ну, и Фил Джонс тоже. Кстати, о Фил Джонсе. 22 очка до Ливерпуля. И это... Речь про Манчестер Юнайтед, как вы поняли. И это после 14 туров отрыв 22 очка от первого места. И... Ну, вот просто вдумайтесь в эти цифры. 22 очка до первого и 6 очков до зоны вылета. Ну, и, наверное, лучше уже смотреть на зону вылета, потому что она ближе. И туда как-то проще смотреть. А впереди... Впереди, что важно, матч с Тоттенхэмом, который возглавляет... Вы сами знаете, кто его возглавляет. Поэтому... Такое ощущение, что вот этот тур еще выдался таким. Знаете, мы... Столько топ-клубов теряют очки. Мы сказали... Мы начали с Арсенала. Сказали про Сити. Только что говорили о поражении Челси. И тут Манчестер Сити... Манчестер Юнайтед теряет очки. То есть это прям такой тур выдался... Вот что-то у них общее Сити. Еще название города. Да. Не знаю, я как-то понимаю, что он должен оправдывать статус, так сказать, защитника Сульшера. Да, да. Ну, скажи, что у него слабый состав. Да вот, блин, понимаешь? Ну, не получается. Ну, то есть, при всех, как бы, типичных-то вот, ну, условиях, всех недостатках, всех трудностях, ситуациях, которые у него были, у Останвилла это надо было выигрывать. Останвилла не оказалась какой-то новой командой. Мы только что говорили, как вот Вестхэм, да, вот, что они сыграют. Это была новая команда, прямо в перерыве внезапно вышла другая. Можно не сориентироваться. Но Останвилла не была новой командой. И можно было... То есть, ты примерно знал, что будет, как они будут играть. И в этом смысле, понимаешь, вот, смотри, даже вот моменты, которые были, там, у Марсиали этот очевиднейший шанс. У Рашфорда, там, менее очевидный шанс. Такие, в общем, бывают более-менее всегда. И, короче, к чему я клоню. Если бы с такой вот ровно, вот с этой же игрой, вот все теми же моменты игры, но Юнайтед забил бы, скажем, там, на пару голов больше, да, как бы, из своих моментов, это бы не удивило. И это была бы нормальная ситуация. Да, у них немножко корявый состав. Да, у них корявая атака. Они очень плохо создают моменты в позиционных атаках. Они неплохо защищаются при этом. И это переходный сезон. Этим молодым ребятам нужно как-то заматереть, что ли, да, как-то набраться опыта. И пусть будет, если бы они выиграли. Это было бы, то есть, не было бы ощущения, глядя на их игру, что они в кризисе, у них все ужасно. Ювентус чемпионата Виталий выигрывал, играя еще хуже. Вообще никаких проблем. Но они опять... Сравнил где уровень конкуренции нулевой? Ну, я не сказал бы, что Астан Вилла, ну, прям. Ладно. Они опять вот при всех этих заданных условиях не выиграли. И ты уже начинаешь привыкать, что они создав в принципе достаточно для победы, они ее не добиваются. Вот это меня напрягает гораздо больше, чем все недостатки в их игре. То есть, у меня не возникает там желания критиковать их. Вот тот футбол, который я видел, он понятный. Мне некуда там в данном случае там было показывать прям лучший футбол. Это все-таки Сульшер, который за все хорошее против всего плохого в большей степени, чем за там позиционные атаки и так далее. Они оказались в трудной ситуации, потому что Астан Вилла забила быстрый гол. Все можно понять, вот оправдать в ходе этой игры. Но то, что они постоянно не забивают и транжирят, в общем-то, моменты, при том, что создают их немного, это очень плохо. Это очень опасная комбинация. Ты транжиришь моменты, если ты создаешь как Сити. Если ты создаешь как, ну, условно, Нью-Касл, ну, понятно, я утрирую, то ты реализуй как Нью-Касл. А они создают мало, а реализуют плохо. Как Нью-Касл. В этом плане, запомню слова, сейчас просто в Твиттере многие критикуют слова Сульшера о том, что ну вот, типа, да, результата нет, но мы же, типа, у нас перформанс, типа, выступления удачные, хорошие, типа, для меня это важно. И все пишут, как бы, ну, 3-4 удачных перформанса, это, конечно, замечательно, а очки-то, когда просто, как бы, они нужны. Согласен. И в этом плане, мне кажется, может даже психологически как-то действовать на руководство Нью, что ты смотришь, оп, Тоттенхэм, что-то не пошло, поменял тренера. Арсенал напрашивалось, поменял тренера. А следующий кто? А следующий Манчестер Юнайтед, ну, как бы, вот. Уотфорд был уже, да, успели. Не, я имею в виду и стоп-клубов. Ну, да, ну, вот, опять же, как бы, защищая всю ситуацию, в которой они оказались, я не могу защищать то, что не забивает. Ну, то есть, смотри, Тоттенхэм при Маурине нельзя сказать, что создает намного больше моментов, чем Юнайтед. Ну, ладно, побольше. Чуть-чуть, а забивает в разы больше. Это, ну, как бы, это неправильная немножко ситуация. То есть, как бы, есть определенное понимание того, что Марсиаль, оказавшись в голливейшей ситуации, а что он там сделает? Нет, никакого понимания нет. Понимаешь? Ну, с Агуэра такого нет. С, собственно, даже с Али такого нет с приходом Маурине. Ну, то есть, вот, как бы, разница. Меня это беспокоит больше, чем все их проблемы игровые, потому что проблемы игровые читались и не должны мешать обыгрывать Останвиллы. А реализация голливых моментов, да, она может помешать обыгрывать Останвиллу. А если не Останвиллу дома обыгрывать, то что, когда, ну, то есть, не отметая всех их проблем, и был уверен, что все-таки Останвиллу туда не обыграют, это, ну, прям, негативная тенденция. Еще, ну, действительно, пару матчей, мне просто уже не придется язык будет их защищать. С каждым трудом все труднее и труднее найти слова в поддержку Сульшера. То есть, знаешь, даже, даже не то, что слова, а даже интонации, тембр голоса каким ты говоришь. Если раньше ребят чуть ли не руки прочь от Сульшера, то сейчас, ну, вот, ну, вот уже Ну, слушай, но ситуации действительно меняются. Я, допустим, словно, там, прошлой зимой писал руки прочь от Сари, когда он проиграл 0-6. И, как бы, тоже были там аргументы, и тоже там была статья. Статья не очень однозначную реакцию вызвала среди читателей чемпионата. Были комментарии, типа, футбол смотри вообще, что ты пишешь. Ну, я, как бы, смотрел. Но, как бы, я смотрел, сравнивал его статистику со статистикой Гвардиолы в первый сезон, как бы, сравнивал, там, качество позиционных атак, допущенных моментов против, и считал, что, да, руки прочь от Сари. Как бы, по ходу, по итогам сезона, действительно, я не поменял свое мнение, как бы, то есть оно как было у меня изначально, так и осталось. Вот, по ходу этого сезона, конечно, что мое мнение о Сульшере меняется. Потому что нет динамики, которая, в частности, появилась там в какой-то момент при Сари, после точки кризиса, да, там, как бы, пошло там движение обратно наверх, когда он стал проваливаться. Я не вижу это вот движение динамики наверх. Мачестер и на этот. Кстати, о динамике наверх. Где эта динамика прослеживается лучше, чем где бы то ни было, так это в Лестере. Удивительный матч получился в том плане, что, когда забил Эвертон, повел в счете, и, казалось бы, Эвертон достаточно такой разобранный, но хорошая достаточно комбинация, в которой Ришер Лисон просто, ну, набегал, и просто по движению футболистов, как бы, хороший момент получился. Ришер Лисон забил головой, что он не так часто делает, и вот, бац, уже Лестер оказался в качестве проигрывающей команды, что, оказывается, что происходит не так часто с ним, особенно в последнее время, и тут буквально затащил игру один человек. То есть там легко мог и не затащить. Ну, оно и понятно, когда победный гол забивается на 94-й минуте, мы понимаем, что все могло сложиться как угодно. Но, тем не менее, это был матч имени Ихиначо, который вышел на 62-й минуте, на 68-й минуте отдал голевуху Варди, счет сравнялся, и вот на 94-й забил. Я давно не видел таких эмоций, потому что как будто ребята вот там чуть-чуть уже сейчас чемпионство выигрывают, и это был там предпоследний тур перед чемпионством. Там даже камера тряслась, когда они забили победный гол, Вар его сначала... Ну, сначала судей его не засчитал, потом посмотрели Вар, и все-таки Вар засчитал гол. Это уже там шла там уже прям совсем уже совсем-совсем конец матча, и они реально вот прям все тренерским штабом, всеми игроками так запрыгали друг на друга, просто уже там все такая куча мала, просто уже такой уровень эмоций, и даже самое смешное, реально, что уже даже камера тряслась, я уж не знаю, может там оператор радовался, может быть просто там уже весь стадион ходуном ходил. В этом плане Лестер, конечно, показывает, что он и в таких ситуациях умеет выжимать. Лестер показывает, на самом деле, нам из-за чуть ли не больше, чем в чемпионском сезоне. По очкам так больше. Да, о нем вообще, кстати, много было вопросов в комментариях насчет Лестера и призывов. Уделить им больше внимания обязательно, и на самом деле даже больше, потому что, ребят, смотрите, я так думаю, что с 90% вероятности это, наверное, до Нового года сделаем, может быть, там в новогодние праздники выйдет видео с Григорием в одной из двух главных ролей. Может быть, собственно, вы наверняка в курсе чисто тактических разборов на мяч продакшн, вот там, собственно, как бы разберем Лестер максимально подробно. Я поясню раз то, что ты сказал. Есть еще одна, еще один наш небольшой проект, которым мы занимаемся, на мяч, канал на YouTube, мяч продакшн, мы там делаем видео о футболе, я и соведущий Саша Журавлева, о сценарии, собственно, всю суть, все интересные вещи, тенденции подмечает, нам пишет Кирилл Хаид. И, в общем, примерно в формате видеоразбора, а не аудио, как сейчас подкаст. Да, со схемами, как бы, с какими-то видеофрагментами, в общем, все, что вы в комментариях просите нас использовать здесь, но мы не используем, потому что это подкаст. Мы сделаем это там, но... А сейчас, почему, как бы, вся эта прелюдия, я понимаю, что, как бы, я сейчас немножко забираю у людей конфету, а как же Лестер, а я хочу про Эвертон сказать, прям хочу, потому что, казалось бы, блин, Эвертон это прям сюрприз, в том смысле, что это была абсолютно бессмысленная, вредная команда, которая играет... Вот как можно играть во владении, прям жесткого владения, очень много, там они в топ-5, и атаковать ну только через навесы с флангов, это вообще ничего другого. Это Англия, детка. Да, причем навесы, знаешь, даже, ну, не навесы, Дебрёйны, которые диагонали немножко с полуфланга и, находясь не у бровки, прям у лицевой, точнее, в линии, а издали чуть-чуть от ворот, он такие вот, прям, вот вырезает, отчасти их даже можно назвать разрезающими передачами. Нет, просто добежал до углого флага, подал в борьбу. Мне кажется, там даже уже часто, я просто смотрел матч... Калверт Льюин зато, как бы, впереди там поборется. Да, извините. Да, нет, просто там люди навешивают, я просто смотрел, и, в том числе, молодежная команда, так получилось, что я видел один матч, там просто стеночка-стеночка, ты куда-нибудь убежал, забежал, забежал в зонку и навесил даже несмотря, потому что ты понимаешь, когда ты там бьешь, ты находишься у углового флажка, ты даже вот потому, что ты видишь угловой флажок, даже как ты его видишь, ты понимаешь, как расположена штрафная и куда примерно нужно подавать. Ты даже не видишь, где кто, на какой зоне, в Англии уже просто на автомате люди навешивают. Ну, в идеале ты должен знать, что там твой, условно, там центральный нападающий открылся на ближней штанге, а там вингер как бы сместился и дальний вингер и замыкает там дальнюю штангу или наоборот, там на линии штрафной там держится. Но это не случай, Эвертон. Так вот, забудьте все, что я сейчас сказал, потому что Эвертон внезапно сыграл в 3-4-3, отдал мяч, выкатил такой образцовый автобус. Ну, это прям сработало. Ну, то есть, я имею в виду, что это, конечно, не сработало, они проиграли на 94-й минуте, но какого черта мы говорим не об этом голе, который ничего не меняет в смысле качества игры, а о том, что Лестер по качеству владения мячами в создании моментов из позиционных атак, из контроля мяча, это топ-клуб. И ты как бы... Воу-воу-воу-воу, полегче, Кирилл. Да, конечно. И ты играешь с ними, когда ты там отдаешь им мяч, ты запираешься в некий там автобус, не знаю что, это как бы напрашивается. Это не такой план, который ты реализовал, и вот у тебя все в порядке. Нет, ты еще пойди его реализуй. А автобус, я немножко утрирую, то есть, это не автобус, в смысле, что они у своей штрафной выстроились. Нет, они не у своей штрафной выстроились. Они... Там почти половина всех действий происходила на центральной третьей поле, и только там 30% на третье поле Эвертона. То есть, они, ну прямо, очень здорово с этой четверкой, с... На самом деле, достаточно атакующая позиция, потому что Динь и Сиди Бе в роли полузащитников, ну как, они не тянули как защитники, потому что они очень увлекаются атакой. Подача Диня, это прям как подача Дебрёйна, только нет. Ну, не суть. Только Динь. Да, а в полузащите там, и среди двух полузащитников один из них Сигурдсен, то есть, это тоже достаточно, ну, умный центр поля получается. Это нельзя назвать трусливым составом, с одной стороны. С другой стороны, была компактность линий, и, ну, мне прям понравилось. Они перепрессинговали Лестер, они особо не прессинговали высоко, но в среднем блоке прям, не скатывались прям в автобус, прессинговали средним блоком. И это работало, и я повторюсь, это работало не против там кого-то, это не то же самое, что против Манчестера Юнайтед закрыться. Это, ну, против Лестера, который, ну, создаёт моменты, ну, условно, по голам в позиционных атаках, то есть, голы с игры, исключая контратаки тоже по данным опта, они на третьем месте в лиге уступают только Манчестер Сити и Челси. Ну, это, собственно, топ-2 в позиционных атаках. Их сдержали, а я очень приятно удивился. Я очень удивлён Эвертоном, что это было. Интересно посмотреть дальше, насколько это будет 3-4-3 снова, или мы снова увидим бессмысленное владение мечом. Тоттенхэм Бормут 3-2. И, в общем, мы давно хотели Муриньо, чтобы он создавал шоу, да, он это умеет делать, как никто другой, и он, чёрт побери, это делает. Это я сейчас даже не про Боллбоя, с которым он там тот дал пять, пригласил на ужин. Хотя кто бы ещё вытянул из Боллбоя? Выжил просто. Вот выжил максимум из Боллбоя. Максимально, да-да-да, эту историю он максимально. Он, конечно, тот ещё, он знает хайп просто вот от и до. Ему учебник, поэтому нужно писать. В общем, прослеживается, в самой игре сейчас у Тоттенхэма тоже прослеживается вот этот максимально яркий сценарий. Причём он даже не тоже максимально яркий, но просто насколько под копирку оба тура случились, оба матча в последних двух турах у Тоттенхэма, собственно, оба матча в чемпионате Англии при Муриньо. Забиваешь три мяча, а потом сушишь игру так, чтобы тебе забивали, но недостаточно, чтобы хотя бы не ничью сделать. То есть сушишь игру так, чтобы тебе забивали, это такой немножко мазохистский футбольный термин. Ну да, ну а так и было, ты видел? То есть шикарные голы, да, супер. Я до сих пор под впечатлением от тех голов, которые они забили и, наверное, в большей степени даже не от Али и даже не от Сона, а от Альдер Верельда, потому что это, ну, это просто космос, космос того, что я выговорил его фамилию. Альдер Верельд. О, какой молодец. Такие передачи выдавать просто это, ну, я не знаю, кто, я просто, у меня в памяти, в голове даже просто нет, сколько я футбола смотрю, чтобы кто-то еще такие вещи делал два раза подряд. Я думаю, ты тоже не вспомнишь. Нет, так, чтобы прямо вот на вскидку сказать, что такое дело, но, во-первых, он умеет. Слушай, Давид Луиз, наверное, такое дело. Давид Луиз, да, на PlayStation, а потом, когда выключал, ошибался на поле. В этом плане мне еще запомнилось, как после матча я посмотрел интервью Жозе Муринио на Око Спорт, в отличие от других каналов, которые показывают футбол. Можно потом после матча и посмотреть все интервью разных игроков, ну, не все, но, по крайней мере, нескольких игроков, тренеров. И это реально позволяет тебе немножко прочувствовать атмосферу. Мне понравилось, как Муринио называл Сона. Он его в интервью называл Сони. Это прямо как будто реклама электронной, ну, не электронной компании, а как правильно сказать. Электронной компании. Компании электроники. Компании электроники, да, мне кажется, так корректнее. Очень-очень мило. И когда игроки после матча говорили, вот из раза в раз они одно и то же говорили, мотивейшн и эмоушнс. То есть, типа, у нас они появились с Муринио. То есть, и сразу такой флешбек небольшой к Пучеттино. Так вот, чего вам не хватало? Ну, не знаю. Я все это очень ценю. Это, безусловно, важно, конечно, кроме шуток. Но качество игры бы тоже не помешало, наверное. В смысле, качество игры сейчас не помешало? Ну да, сейчас не помешало бы добавить. Ну, не помешало бы добавить, да. Но, понимаешь, когда... Бормут, конечно, не имел прямо опасных моментов. Но, слушай, они нанесли 13 ударов из штрафной. Ты говорил, что Сити столько не имеет. Вот Бормут столько и имеет. Нет, там за тайм было. А, за тайм, да, извиняюсь. Ну, то есть, это все равно, это, ну, это прям много. Это много, 13 ударов из штрафной. То да, это, вот. И, ну, я не знаю, ну, как бы контроля над игрой у них нет, мне кажется, при любом счете, да. То есть, что 3-0, что 3-2, они одинаково выглядят командой, которая может пропустить в любой момент. Это прям чувствуется. Они хороши по-прежнему. Мы сразу об этом сказали в первом же матче после назначения Маурини, про переходные фазы, как они круто за счет одного приема. Так это все есть, это здорово. На самом деле, этот прием, собственно, и работает, и все прекрасно. За счет этого приема выигранного Мауриния один чемпионат выиграл за счет этого приема. Да, да, 15 лет назад. Ну, почти 15 лет. Нет, ну, 15 лет назад. Да, да. Блин, как давно это было, бог там? Да, ну, 14 просто, да, с момента победы. Но я вижу, что сейчас, как бы, все-таки, ну, этого хватает на коротком отрезке. Мне интересно посмотреть, как поменяется игра Тоттенхэма в, там, в перспективе, там, ну, все-таки месяцев полутора, наверное, когда... Мне кажется, она глобально не сильно поменялась. Она должна поменяться, потому что они должны начать контролировать матчи. Мы тоже, смотри, мы сейчас говорим про Тоттенхэм, примерно то же самое, что мы говорили в августе-сентябре про Челси. Что они могут хорошо играть, но они могут пропустить любой момент, они не контролируют игры. Я занудил этим, ты мне говорил, хватит это говорить. Потом они стали лучше контролировать игры, не в плане, что они стали меньше пропускать, а в плане, что все-таки они стали больше забивать, как бы, в своих моментах и стали... Странно это звучит, особенно после этого тура. В отношении Челси. Да, ну, а что предлагаешь, отменить их, там, третье место? Ну, да, да, да. Ну, то есть, это не... Оно не отменяет тенденции, мы же говорим о тенденциях. Они стали лучше контролировать матчи. Как бы, то, что случилось сейчас, это явный, вот, прям, стилистический. Мы узнали в этом. Это тот самый Челси из августа, да, здравствуйте. Вот сейчас Тоттенхэм немножко это напоминает. То есть, они могут иметь отличные отрезки, но у них есть определенные проблемы. Они не похожи на Челси по стилю, я просто сравнил в плане контроля над игрой. У них есть хорошие отрезки, но они могут пропустить в любой момент. Ну, ты говоришь просто, третье место его же никто не отменяет, от него никуда не денешься. В этом плане-то и Тоттенхэм уже не где-то на абсолютном, там, не в середине таблицы. Тоттенхэм уже пятый. И это прям... Ну, да, да. Плотность такая таблицы, что Муринио было достаточно, по сути, двух побед, и ты вскакнул на пятое место. Я бы вообще не смотрел на таблицу в этом смысле, потому что есть там действительно несколько команд. И, на самом деле, даже зона Лиги Чемпионов, она уже, на мой взгляд... Сформирована? Размыта слишком. То есть Челси сейчас, там, какой, четвертый, на шесть очков оторвался, да, на пятое место. Но, боже мой, как же тесно идут все команды потоком потом, и как же ни одна из них не впечатляет по качеству игры хотя бы на дистанции в месяц. Ну, хотя бы на такой маленькой дистанции. Лестер выше. А, да, извините, все, я понял. Да, да, да. То есть, как бы там, ну, это немножко странно, что в Англии нету хотя бы шести-семи команд, которые на дистанции в месяц показывают стабильную, качественную игру. Это, ну, поговорим об этом как-нибудь в другой раз. То есть, как бы сам по себе чемпионат, ну, может же быть чемпионат более там качественным или более кризисным. Вот этот чемпионат пока достаточно кризисный. Кстати, в одном плане Тоттенхэма осталось содержать не так много побед, чтобы хотя бы там на протяжении месяца нас впечатлять. Да, да. И в этом плане прямо отдельное удовольствие. Я прям жду этого шоу, следующий тур, когда Мауриньо поедет в Манчестер. Они же в Манчестере играют? Ну, Тоттенхэмс играет с Манчестером, и это должен быть прям, я прям вижу огненный матч. Вот жалко, что Пагба, видимо, не сыграет, потому что с Пагба какая-то чертовщина творится. И, видимо, я не знаю, есть слух, что он вообще больше не сыграет. Я думаю, что он все-таки сыграет. Против Мауриньо сыграет, конечно. Очень хотелось бы. Он сыграет, он выдаст отличный матч. Да, 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 затащит, да, да, да. Вот именно единственное, и закончит. И больше не будет играть с футболом в Манчестере, да. Так что в этом плане очень ждем следующего тура. Ну, и еще один матч мы обязаны зацепить, потому что без Ливерпуля никуда. Это чуть не сказал чемпион, хотя рановато его еще быть чемпионом. В общем-то, все к этому идет. И, знаете, уже реально казалось уже не смешным уже даже, что сколько раз Ливерпуль выигрывает в один мяч. Здесь уже просто это уже настолько избито уже кажется. Я не знаю, видимо, ребята просто, типа, чувствуют, что этого достаточно, зачем тратить больше сил, если вот они чувствуют, зачем там, как Лестер, да, по 9-0 просто там, ну, зачем тратить силы. Можно же всегда в один мяч, и Ливерпуль забивает столько, сколько хуй. Ну, это реально уже тенденция. Можно смело делать ставки на то, что у Ливерпуля будет победа с минимальным счетом. Так или иначе, снова победа, снова в один мяч, и снова, нет, не снова, Алисон удалился впервые. Он пропускал матчи не из-за дезинфикации, не из-за красных карточек, а из-за травмы. А тут подставил немножечко команду, но не подставил на самом деле. Спасли стандарты. Вообще, в плане стандартов, это отдельный разговор, потому что в топ-5 лигах ни одна команда, кроме Ромы, не забивала больше голов со стандартов, чем Ливерпуль. Но у Ромы больше пенальти, кстати. То есть, не считая пенальти, Ливерпуль лучше в Европе, да. У него 11 голов со стандартов, и здесь вот вы говорили, лучшее в Европе. 11 голов со стандартов, 21 не со стандартов с игры. И здесь насколько молодцы, типа, что забивают со стандартов, настолько не молодцы, что не забивают с игры. С этим, ну, есть вопросы, есть проблемы, и есть чем прибавлять Ливерпулю. Но, в общем, здесь еще, скажем, конечно, в этом матче невозможно не отметить, конечно же, Ван Дейка, который забил, собственно, оба мяча. И это, мягко говоря, имеет значение, когда команда выигрывает 2-1. И тут немножко даже забавно, что Ван Дейк забил дважды перед вручением золотого мяча. Роналду забил перед... Ну, правда, он с пенальти забил, и его команда не выиграла, но, тем не менее, забил. И Месси забил победный перед вручением золотого мяча. Как будто это на что-то влияет. Я сразу оговорюсь, мы в такой ситуации оказались, что мы записываем подкаст, не зная, кто выиграет золотой мяч. И это буквально случится вот через вот чуть-чуть. Пару часов. Да, но мы пока не знаем, кто. Мы только лишь догадываемся, что это будет кто-то, наверное. Месси. Наверное, наша догадка смелая. А может быть и не он. Тем не менее, Кирилл, ну, лично для меня, кстати, здесь Месси особо, ну, без вопросов, потому что он лучший футболист. по всем показать. Я понимаю, что Ван Дейк круто, у него есть чумовая статистика, сколько его не могли обвести. Все здорово, но просто смотреть, насколько полезен может быть один футболист. И Месси абсолютно полезен, вот максимально, насколько он может быть полезен. он и начинает атаки, он и завершает атаки. Он обращается с мячом так, что ты хочешь смотреть, и смотреть, и смотреть его игру, взять за руку ребенка, привести, показать, смотри, как он обращается с мячом. Он касается мяча, и перед ним люди вот просто падают. Вот сколько эти, даже в нарезку Лиги Чемпионов. Ну ты сейчас говоришь про типичного мяча. Не конкретно Месси там вот. Я говорю, да, про типичного мяча. а удары Роналду. Если я говорил о типичном Давиде Луисе, то было бы другая. Ладно, ладно, ладно. Просто я в этом плане, хорошо, то есть со мной не согласен, Давид, ой, Давид Луис. Лионель Месси не заслуживает больше, чем кто-либо золотого мяча? Я не знаю. Скажем так, я уверен, что он заслуживает больше, чем Ван Дейк. Я думаю, что могу это объяснить. Но на самом деле, мне кажется, проблема золотого мяча не в том, что его получит, допустим, Месси или Ван Дейк внезапно, а в том, что он стал уже из бессмысленной награды превратился в какую-то просто вредную награду, которая раздражает. Меня, честно говоря, немножко раздражает. Я готов принять там любую систему, которая несовершенна. Но я не готов принять систему, которая абсолютно непоследовательная. И я не понимаю, почему вот сейчас выбираешь по одним критериям, а в другой раз другим критериям. Объясни, что ты имеешь в виду? Какие критерии? Например, вот я не понимаю, золотой мяч вручается за качественное выступление на протяжении всего года или только весны? Нет, а кто на только весны? Ну, не знаю, Месси, например, из-за травмы пропустил начало сезона, и он играет, он недавно стал играть, он меньше месяца как играет. Ну, можно пропустить пару месяцев в году, и оставаться все равно лучшим. А то, что он лучше, я не спорю. Я считаю, что если, как бы, это награда, которая дается просто индивидуальный уровень игры, то тогда Месси должен был получать 10 лет последний каждый год, потому что он каждый год был индивидуально лучший футболист, как всесторонне совершенный футболист. Да, каждый год мог быть какой-то футболист, который превосходил его в чем-то. Кто-то там больше забивал в какой-то момент, кто-то лучше навешивал. Кстати, я считаю, что тренд Александра Арнольд безусловно там должен быть в десятке номинатов, кроме шуток, потому что, ну, неважно. Если просто, если, как бы, посмотреть шире на эту ситуацию, то, мало ли там, кто-то лучше Месси что-то делает, играет штрафной, форвард больше забивает, в касании, может быть, атлет хорошо выглядит. Но, неважно, если все это используем в качестве аргумента, тогда надо сказать, что Месси не лучший футболист, потому что он хуже стоит на воротах, чем Алисон. Ну, то есть, это же абсурд, просто как всесторонне технически одаренный футболист, который начинает атаки в полузащите, тащит мяч на древлинг, раздает голевые передачи, замыкает передачи. Он лучший. Поэтому, это является критерием. Это является критерием. Это является критерием. Я все жду, когда ты придешь к основному. Это является критерием. Ты пока говоришь в мою пользу. Ты как будто соглашаешься со мной, но вроде бы и не соглашаешься. Я в данном случае объясняю, почему, на мой взгляд, это должен быть все-таки скорее Месси, чем Ван Дейк, который очень крут, но он все-таки, тут есть нюансы. Он защитник, а защита Ливерпуля усилилась одновременно Ван Дейком и Алисоном. Они оба внесли огромный вклад. И, кроме того, то, что Ван Дейк так грамотно страхует партнеров и управляет защитой, они с Алисоном оба, в общем, из тех, кто дают указания, управляют защитой, позволило, наконец-то, раскрыться талантливому мотиву. И невероятный объем контактной работы, игры в контактный футбол, который выполняет мотив, в том числе, позволил Ван Дейку провести этот замечательный там сезон, где его никто не обвел. Ну, потому что мотив работал за двоих. Я не знаю, какая там была статистика, знаешь, может быть, условно, в Челси, а Фабрегаса тоже не обводили, когда его прикрывал Канте. Тут есть определенная закономерность. Вот. А в любом случае, есть другая закономерность, которая тоже иногда влияет, иногда не влияет, что футбол, командный вид спорта и командные достижения влияют на награду. То есть, если там ты выиграл, требовал, ты, конечно, получишь. Если ты выиграл только чемпионат Испании, то скорее тебе, ну, скорее золотой мяч получит вообще Модрич, который осенью провалился потом с Реалом, но он был важной частью, а футбол командная игра, поэтому он выиграл Лигу чемпионов, он был важным футболистом сборной Хорватии на чемпионате мира. По совокупности, конечно, заслужил, но вот это по совокупности меня очень смущает. Короче, никому из них я бы, честно говоря, золотой мяч, наверное, не давал. В смысле? То есть, не Месси? Нет. то есть, понимаешь, это странный критерий, когда сейчас ты даешь золотой мяч Роналду, потому что он индивидуально круче всех, или выиграл индивидуально что-то, а в другой раз ты даешь Модричу, потому что, ну, наверное, он заслужил и провел сильный сезон, а в третий раз Месси, потому что, секунду, потому что он просто лучше всех играет в футбол, даром, что он там ничего звездного супер не выиграл. Это три разных подхода. И мне кажется, что немножко уже дискредитировал себя ну, как бы, золотой мяч тем, что они постоянно меняют подходы. Это же, как бы, абсурдная ситуация. Выработайте один подход и применяйте его всегда, нет? А почему нельзя совокупность подходов применять? Я для себя лично попробовал применить совокупность подходов. И я подумал, у меня появился новый кандидат на золотой мяч, кстати. Не Месси, не Ван Дейк и не Роналду. Да. Значит, я попробовал объединить все, как бы, чтобы человек чего-то достиг, чтобы он провел индивидуально сильнейший сезон и чтобы это было частью командных успехов. Артем Дзюба. Почти. Еще есть варианты? Короче, я бы дал золотой мяч Душину Тадичу. Так, понятно. Вы знаете, в нашем подкасте обычная роль неадекватного парня, она как бы у меня. Но, видимо, Кирилл это как-то не дает покоя и он решил заменить. Смотри, Аякс главная сенсация Лиги Чемпионов. Они прыгнули так высоко выше головы, что дальше некуда. И им не везло. Они брали качеством игры. И они не попали в финал, ну, просто потому, что Тоттенхэм отскочил, называя вещь своими именами. А не потому, что они там не заслужили. У Аякса была там яркая звезда Хаким Зиеш. Но, такой нюанс. Не Хаким Зиеш лучший бомбардир Аякса, в том числе в Лиге Чемпионов, и не Хаким Зиеш лучший ассистент Аякса в Лиге Чемпионов. Это один и тот же игрок, который при этом играл на нескольких позициях, потому что именно его Эрик Тенхак постоянно адаптировал под, в частности, нужды Зиеша, и даже в центре нападения выпускал, чтобы он менялся местами. Короче говоря, Душан Тадич в 30 лет оказался в роли такого некоего как Фермина в Ливерпуле. Взаимодействуй со звездой, создавай пространство для звездного Винкера, чтобы он много забивал. И являясь этаким Фермино в Аяксе, это как если бы Фермино одновременно стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Ливерпуля. Это просто все бы на ушах ходили. Он набил какую-то совершенно бешеную статистику. Набрал там по 30 забитых голов в чемпионате, которые никто не считает, стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Аякса в Лиге Чемпионов. И с начала этого сезона он там что-то в 20 матчах в чемпионате Голландии и в Лиге Чемпионов сделал там 23 результативных действия. То есть он вообще не сбавил ход. Он делает ровно то же самое как все, что он делал весь прошлый год, прошлый сезон. Он делает как бы с начала нынешнего сезона. Я вообще не понимаю, какие могут быть сомнения в том, что он вот явный просто кандидат на золотой мяч. Он заслужил. Он много там где-то поиграл. Он вышел на новый уровень кардинально новый в 30 лет. Он никогда не был суперзвездой. И тут вдруг он стал просто главнейшим игроком в топовой команде. Ну какие сомнения? Мне будет интересно хотя бы один журналист, который журналистов со всего мира голосует по премии «Золотой мяч». Хотя бы один журналист назовет Душина Тайча или нет. Друзья, делайте ваши ставки. О моей ставке вы могли уже догадаться. Не, ну, ну, Душина Тайча. Не, он крут. Он мне тоже запомнился. И это главное открытие. Но открытие, оно на то и открытие, что человек был малоизвестен, а тут себя круто проявил, показал действительно и фантастическую результативность, и яркую игру. Вопросов нет, но, как бы, человек ни по каким критериям, даже вот тем, по которым ты приводишь, он ни хрена особо не выиграл. ну, мы не берем чемпионат Голландии, да, это, ну, мы, он провел один период значительно лучше, чем другой, я не знаю, по-моему, если не ошибаюсь, осенью он не настолько был хорош в Еврокубках. Три голевые передачи в Лиге Чемпионов, в групповом этапе, ну, как бы, нормально, но, по-моему, явно далеко не космос. Ну, окей, ну, давай тогда уже раз мелочиться, то еще тогда три гола в квалификации, а на самом деле, смотри, ты говоришь, давай не считать чемпионат Голландии, но он же не за ПСЖ играет в чемпионате Голландии, там же не то, что это как бы, это не самый богатый, там ПСВ навязывал конкуренцию, то есть, он же на общих основаниях, это Голландия, а Месси, давай тогда и Дюб рассматривай, серьезно, если ты так рассуждаешь, то надо сказать, что Месси выиграл чемпионат Испании, в котором провалился Реал. Это тоже тогда довод. По крайней мере, это чемпионат Испании, это другой уровень, это не Россия, не Голландия, не Франция. Мой довод в следующем, критерии, по которым определяется золотой мяч, постоянно меняются, это немножко раздражает, а когда, у меня, допустим, у меня лично складывается ощущение, что просто вот какой-то, кто-то решил, что вот как-то, не знаю, может это коллективный разум, может быть, я понятия не имею, что кто-то решил, о, давайте Модрич, и дальше уже просто подгоняются причины, почему это Модрич, а ты решил, а нет, а сейчас давайте Месси, поэтому у тебя берется из тех же пяти причин, ты берешь уже две другие, а три неподходящие как бы задвигаешь, понимаешь, и вот это уже Месси. Меня совершенно не раздражает, что Месси получит золотой мяч, потому что, ну, мне кажется справедливым, что игрок, которого считаю лучшим в истории, не в истории, лучше, который я видел, как играет в футбол, он должен получать больше всего золотых мячей. Вот, аллилуйя, я об этом. Логичная история, но, как же нас сейчас ненавидят все поклонники Роналду, бог ты мой, я прям чувствую, какой же лютый хейт, ну, как бы, ну, имеют право, ну, ну, да, 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 как, вот, как способ вообще начать с нуля свой дискредитировавший себя, на мой взгляд, подсчет голосов и вообще систему все это, и критерии, и учесть все важные факторы, было бы неплохо. Я... Ну, как минимум, он заслужил место в тройке. Наверное, давай так, наверное. Ну, да, действительно, просто раскрылся уже, там, в 30 лет парень на новой, там, для себя позиции, жертвуют собой, там, ради команды, чтобы, там, можно было, там, тому же Зиешу набивать статистику, блистать, там, эффектно смещаться с фланга, но при этом на блестящем индивидуальном уровне проводит уже полтора года почти и играет, в общем, по европейским меркам за топ-клуб, который у себя показал Аякс. Что еще нужно? Ладно, ладно, Кирилл, все, чемпионат Голландии, супер, вопросов больше нет, убедил, супер, Зиеш, ой, Зиеш, Душин Тазич, вперед, краснорещиво. Ну что ж, на этом мы заканчиваем, спасибо всем, кто дослушал нас, вы настоящие герои, мы сегодня много о ком поговорили, о всех топ-клубах, о Лестере, хотя по мне, Лестер это уже тоже стал топ-клубом, о Золотом Мече, вот видите, даже немножко поговорили, важно, чтобы не пропускать следующие выпуски, обязательно жмите на колокольчик, подписывайтесь, ну и ставьте лайк, нам всегда будет приятно, для нас это важно, ставьте лайки, ну если вам, конечно, действительно понравилось. Кстати, следующий выпуск подкаста выйдет в середине недели, в четверг вечером, и вы, конечно, догадываетесь почему, потому что следующий тур АПЛ будет сыгран в середине недели, вот, так что увидимся на неделе. Подписывайтесь на нас в соцсетях, на меня в инстаграме, на Кирилла, можно подписаться в канал, ну, на телеграм-канал Диего Симеонович, его легко найти в поиске по словам Диего Симеонович. И смотрите матчи АПЛ на Око Спорт, тем более, что на неделю можно подписаться всего за один рубль. До встречи, всем пока. Всем пока, и бог вам рефери. Субтитры сделал DimaTorzok